всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня с вами посмотрим косметичку которую собрала на первую половину июня так корректор у меня вот такой вот от ламейла ну мне он что-то не шибко то нравится плохо перекрывает это недостатки хотя так вроде кажется плотный на лице учет он мне не особо все равно буду пользоваться куда сдеваться раскупила не был с вот такой кисточкой кисточкой что-то мне тоже как-то не очень понравилось его распределять лучше спонжа и продолжаю пользоваться вот этим тоже иногда ой нифига у меня стерся от арифлейм стик оттенки порселен этот кстати оттенок где-то на коробке написано но вообще 300 рублей 30 миллилитров плюс кисть на вал берез здесь осталось вот так вот но у меня наверное хватит его я могу им и как корректором если мне некогда то я сразу на все лицо и под глаза и туда и сюда и думаю что на месяц мне еще хватит но если нет открою какой-нибудь тональный разные конечно оттенки желтеет розовее так база под тени от эвелин нескончаемая но тоже вроде вроде уже вот вот но все еще может и мажут и потом я еще вот еще ограничитель и буду еще 10 лет ей пользоваться карандаш для бровей остался мне один-одинешенек анютина глазки от его мозаик я даже уже забыла от какой вообще это мне фирма карандаш светленький я блондинка мне под и две туши вот эта тушь уже заканчивается от ювене он очень она классная я прям сейчас на нее конкретно перешла думаю закончу эту потом уже буду от хеймишь пользоваться ну пока еще красит но я думаю где через недельку наверное уже там ничего не будет классная тушь когда закончится запасы туши обязательно повторю хоть она и стоит 500 с лишним рублей но она стоит своих денег не не нужны никакие сыворотки некие танцы с бубнами здесь немножко танцы с бубнами нужны тушь сама по себе тоже хорошая от хеймишь с первого раза все нормальные ресницы делает красивые но я не могу с этой вот щеточкой совладать и плюс она еще термосмываемая получается что смывать ее тоже нам надо постараться ну все равно буду пользоваться тоже мне тушь принципе это нравится так здесь не помню в прошлом видео показывала все эти карандаши или нет мне кажется да не будем повторяться покажу только новые тени от катрис металлик водостойкие тени в оттенке 050 красивый такой оттенок конечно но довольно таки странные тени очень много блесток здесь прям все мне нравится вот такой холодный бежевый после того как я нанесла эти тени даже на руке чувствую жжение я прям испугалась если честно я думала что времени уже не было надо было уже бежать на автобус утром я прям с собой еще косметику накидала в косметичку думаешь если вдруг мне придется умыться ну чтоб заново накраситься нет оно прошло конечно это жжение ну довольно долго таки минут десять наверное я его чувствовала на коже не знаю и вот насчет водостойких они не водостойки они стираются водой на раз-два я не знаю вроде бы срок годности здесь еще нормальный до 11 24 ну чтобы потеряли например они свои свойства или как-то испортились и стираются они тоже уже где-то после обеда уже такие проплешины и застывают очень долго и не до конца они все равно их можно размазать круче какие-то странные тени что вот по качеству мне не очень понравились карандашах здесь ничего нового нету в подводках в этот раз пропустим эту категорию потому что я уже третье видео снимаю мне уже язык на плечо так для лица давайте посмотрим скульптор у меня вот этот вот я думаю на две недели мне его как раз тут и хватит на что он такой плотно спрессованная 3 и вода использую потом взяла от революсин бронзер бронзирую все в общем пудра такая классненькая надо ее поиспользовать мне и так и и наверно лет на 10 хватит запеченная сейчас уже как раз и время пришло и матовую и и я наверное вот вообще я могу использовать этот бронзер с таким красноватым оттенком как зимой например я могу использовать его как румяна даже как вместо скульптора а летом есть если брать вот такой пушистой кистью на за пар это как обычная пудра вот мне уже загорело лицо смотрю щеки коричневые и я наверное уже буду и даже ей как обычной пудрой пользоваться вот это вот есть так интенсивно такой оттенок набрать сейчас надо доставать все эти бронзеры чтобы хоть как-то чё-то использовалась так потом обычная пудра тоже до использую ее и вот не стала брать на замену потому что дома вот этими буду пользоваться чуть-чуть осталось уже ее вот совсем круха использую все так буду добивать пытаться добить румяна в оттенке 01 пионе от эйвелин и эйвелин красивые тостки и румяшки свежесть придает лицу и взяла на палетку вот тут еще пленку от бель юля мне недавно подарил эту палетку в посылке прислала это польская значит здесь у нас пудра хайлайтер и румяна очень мне понравилась эта палетка видела ее тоже косметичках у елены прекрасной и задумалась о ее приобретении зарядка еще подключена хайлайтер подсвечивающая такая пудра тоже думаю ей буду еще пользоваться и румяна очень красивый набрала конечно вообще молодец она пудрочка какие-то же свеженькие румяшки блестящие классная общая палетка я сама ее почему до сих пор не купила себе так ну и метеориты тоже если уж на то пошло то метеориты тоже хочу поиспользовать для лица это все переходим к теням так маленькая вот этот палеточка серый здесь я оттенок использую вообще нигде ничего не стерла с секунду так маленькая палетка сама сборная ну здесь только один оттенок этот я выброшу и вообще не буду им пользоваться от oriflame отдельно арифилы там продаются и магнитная палетка ну пока вот лежит ладно пусть будет тут покажу некоторые оттенки тоже красивые русалочка моя любимая яркий розовый тоже красивый нравится эта палетка обожаю ее и голубые здесь и бирюзовые тоже красивые оттенки самое что ни на есть летние уже наверно третье лето она со мной ну конечно вот эти вот два этот этот очень яркий в основном я если беру эти вот цвета то посветлее которые смотрите какая пигментация тсс помню за 100 рублей я ухватила уже их не было ну это какая-то лимитка же была а вот эти вот вообще непонятно что непонятно зачем особенно желтый тут вот это тот тоже он интересный оттенок дуохром это просто какие-то блестки не туда и не сюда и которые осыпятся наверное через полчаса так еще естественно беру новенькую палетку а вот еще маленькая новенькие палетки которые ко мне недавно приехали от юлечки спасибо тебе огромное так это у нас от катрис классная такая маленькая компактная палетка матовые тут и вот эти блестящие вообще красивый конечно синий огонь сюда не намазать что-то обожженная рука и вот оттенки ну охота попробовать просто так и давайте наверно буду стирать и будем смотреть большие палетки уже от эвелин одна другая от революшен не могла без революшен и своей любимой летней палетки но во всем по порядку огромная вот этот палетка angel dream от эвелин я не знаю зачем вот такую громоздку ее делать что она заляпывается зараза ляпывается тенями можно было это как-то все покомпактнее уместить такая палитра тут матовые и блестящие но это как бы не новинка многие конечно уже и видели ее пигментация очень хорошая у эвелин мне нравится только такой палетки и не было или пробел мои косметические вас пол восполнила так у меня почти все палетки их есть так и оттенки вообще с легкостью прям наносится переносится красота одно удовольствие такими тенями пользоваться которые не сыпятся не крошатся и на бывает там конечно чуть-чуть где-то что-то но все равно это скорее исключение чем правило и насыщенные оттенки не очень конечно летняя гамма больше осень какая-то но охота же было попробовать новинку не будет же нам не все лето лежать и ждать своего сезона еще раз покажу и сотру и следующую палетку посмотрим потому что не могу на той стороне нарисовать не получится все разом вторая палетка как я сказала уже revolution вот это вот медовая шоколадка там самые такие летние оттенки обожаю солнечные макияжи делать красиво ущи это тут прям и трава и цветы и все что угодно тоже вот revolution revolution рознь как говорится некоторые палетки хорошая очень пигментация в некоторых вообще на букву г тени они конечно тоже такие вот немножко то сыпучие но все равно менее нормальные подавайте что даме ну ладно порядку и у некие такие красивые тоже оттенок весна и лето трава и цветы челки тут кстати название меда с мелиссой там какие-то нектары такие тоже название вот это вот видите какой сыпучий прям песок некоторые замыливаются не на пятерку конечно качество но более-менее так скажем красивые тоже 5 вот которые замыливаются и переносятся плохо здесь посмотрите какая пигментация разные вот все тени разные о революция что интересно даже в одной палетке текстуры разные так вот это по моему еще не набирала почему-то игнорирую этот палец вот тоже хорошая такая пигментация ну красота же красота больше ничего не хочется брать я бы наверное на все лето взяла вот эту палетку и одной ей бы пользовалась если честно еще раз покажу ну и хватит мне этих теней за глаза сейчас посмотрим помады и парфюмы так ну и давайте помады посмотрим карандаши все те же ничего не добавилось ничего не убавилось так а где еще одна одну забыла от эвелин новиночка у меня вот тут из всех трех разных линеек это глосс мэджик тоже Юля мне прислала оттенок 32 и ухачу с этим вот карандашом потому что сам по себе такой блеск прозрачный просто такой прозрачный она карандаш я думаю будет покрасивее это дело смотрится ух ты да вот или так или так в двух вариантах кстати он по моему даже пахнет чем то да пахнет клубничкой так потом у меня есть вот такая вот помада которую не сотрешь ничем жидкая матовая губная помада с гиалуроновой кислотой прошлом по моему летом я покупала красная вот такая вот ягодная вот такого оттенка и тоже матовая жидкая матовая губная помада так этот у меня оттенок какой пятнадцатый red win красное вино а это пятый ловель nude rose тоже довольно таки стойкая помада смотрите вот здесь какой оттенок вот через матовое стекло вернее пластик совсем другой но тоже очень красивый стойкая помада сейчас как раз такими пользуюсь кстати тоже похожие на них от эйван темпинг move это лимитка была ну по-моему это ультра помада мне кажется и в основной линейке она тоже есть это просто упаковка как лимитированная что-то я одинаковых каких-то набрала это уже тоже такая кремовая матовая помада ну красивые оттенки сочные такие яркие почему бы и нет так потом из коричневых 407 86 фаберлик тоже больше такая в коричневенький уходит перламутр 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 но тоже похоже на них в каком-то одинаковом стиле помада от ювенеон у них она в одном оттенке идет матовая софи очень вкусно пахнет карамелькой приятная помада тоже вот такого вот оттенка нюдового красивого и что-то мне надо защелкивать и взяла еще от Artvisage 107 оттенок розовое шампанское что-то захотелось мне вот такого вот розовенького перламутра не знаю такая вот вышла у меня подборка буду пользоваться тем что набрала так и по парфюмерии у меня остается с прошлой косметички еще флауэр поппи букет от кинзо классный вообще аромат такой немножко мне его осталось это от ливантик спасибо тебе лили огромное так и потом буду заканчивать аромат амур от эйвен тоже его здесь вот так чуть-чуть осталось я его решила взять пока не закончу и здесь еще почти полный от ливантик тоже использую и взяла от юли такой аромат это вот тоже как аналоговая парфюмерия вот это вот эссенс а вот 50 миллилитров я искала думаю здесь 50 или 30 и это аромат lanvin сейчас скажу какой эклад д арпедж что ли вот так вот и не знаю не умею по-французски читать очень такой легкий аромат я вот только один раз воспользовалась только достала в использовании я его вообще на себе не ощущаю ну сейчас в жару думаю самое то и как раз и нормально будет сейчас все набрызгаюсь тоже легкий такой летящий ну какой-то цитрусовый он что ли вот я чувствую цитрусы цитрусово-цветочный приятный такой летний аромат буду это все дело запользовать ну этот то конечно нет за раз наверное еще на следующее лето останется за раз он у меня весь не уйдет а вот эйвен хочу истреблять уже начинать вот такая вот у меня получилась косметичка всем большое спасибо за внимание и до новых встреч пока пока до новых встреч пока 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 не знаю пока